На берегу реки Лух, рядом с деревней Форолище, разворачивается лагерь. Его готовят к приезду детей из детских домов и трудных подростков. Отсюда дети выйдут на маршрут трехдневного водного похода. Со снаряжением работают опытные люди. Инициатором похода стала известная в городе туристическая команда «Горький». Когда автобусы наконец прибывают, к походу здесь готово почти все. Вот на этих рафтах дети будут сплавляться в экипажах по семь человек. Конечно, под присмотром инструкторов. Несмотря на то, что ни у кого из детей нет серьезного туристического опыта, проблем на воде не ждут. Маршрут составлялся специально для новичков. Сложных порогов или плотин на реке Лух нет. К походу пока не готовы только дети. С удивлением укладывают свои вещи в непромокаемые мешки и впервые осматривают спальники и палатки. Кстати, к нижегородской группе по дороге добавились еще две из Борского района. Воспитанники детских домов и нагородними поездками, а тем более турпоходами, вовсе не избалованы. Ходили в зоопарк, животные смотрели. А потому первому в жизни трехдневному походу на рафтах дети несказанно рады. Будем плавать, час учиться, жду как бы, научусь, не могу сказать, научусь плавать на них, гребсти, новых друзей тут найду. Правда, или от радости, или перед камерой дети с трудом подбирают слова, но скорее причины иные. Эти мальчишки и девчонки просто с трудом открываются перед незнакомыми людьми. Далеко не радужный жизненный опыт уже научил защищаться от внешнего мира. Инструкторы, которые уже водили в походы воспитанников детских домов, говорят, что буквально через два дня они изменятся. Мы заметили, что в начале путешествия они очень скованные, замкнутые, их разговаривать очень сложно. Но проходит сплав, они начинают работать вместе, команда получается. И вот в этом процессе они как-то раскрываются, они начинают говорить, начинают общаться, как нормальные люди. Прошло три дня, и наша съемочная группа встречает детей возле деревни Перова в Владимирской области. От места старта они прошли около 45 километров. Весь последний день шли под проливным дождем. И вот, наконец, рафты достигают берега. Последние десятки метров, последние десяток грибков. Вслед за пассажирскими причаливает и грузовой рафт. В походе дети чистили стоянки от мусора, оставленного другими туристами. Всего собрали с полсотни мешков. За трое суток в походе дети изменились, разговорились. И сейчас захлеб рассказывают нам о перипетиях трудного маршрута. Позавтракали, поехали, ездили до обеда на рафтах. Потом останавливались, поели, отдохнули немножко и до ужина. На ужине, как раз, когда мы останавливались, раскладывали палатки, разводили костер, пели песни под гитары. Изменения заметили и педагоги, но не удивились. То, чего ждали взрослые, произошло. Сначала говорили мы, дети обдумали и затем заговорили сами. То есть они действительно поняли, для чего мы едем, что мы делаем, какого результата мы добились. Поход окончен. Наступило время разгружать рафты. Привезенный мусор погрузят в один грузовик, снаряжение увезет другой. А дети на автобусах будут возвращаться по детским домам. И ждать, когда на следующее закрытие сезона команда «Горький» позовет их в поход снова. На следующий год хочу тоже приехать, если пригласят. Алексей Александров, Алексей Калякин и Сергей Таиров из Владимирской области. Объективно ННТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова